Привет всем! Сегодня будем делать колбаску киевская копченая вареная высшего сорта. Для этого я взял свинину двух видов, грудинку и окорок. Процентовка такая, окорока 40% нежирного и грудинки полужирной я взял 60%. Все уже я отжиловал, грудинку я снял в шкуру. Сейчас все наше мясо я буду пропускать через решетку Мерседес. Поехали! Ну что, все мы пропустили через мясорубку наше мясо, теперь нам надо сделать смесь. Смесь состоит из следующего. Соль нитритная 10 грамм это на килограмм. Соль обычная поваренная 10 грамм. Сахара 5 грамм. Аскорбиновая кислота полграмма. Дальше и идет по классике. Перец душистый полграмма. Черный перец полтора грамма. Чеснока полтора грамма. То есть все это я уже приготовил. По количеству я это все взвесил, смешал. Теперь будем засыпать и перемешивать в фаршемесе. Если нет у вас фаршемеса, можете это сделать руками. Но надо тщательно, хорошенько все вмешать в наш фарш. Фарш промешали, шприц набили, берем череву, либо баранью, либо свину. У меня свиная черева. Все и начинаем набивать нашу колбасятину. Колбаску накрутили. Сейчас мы ее отправим на осадку на температуру плюс два, плюс четыре, на 24 часа в холодильник. А дальше уже будем варить и коптить. Через 24 часа колбаску я вывесил в нашу коптильную камеру. Здесь сейчас я буду проводить все технологические оставшиеся процессы. Первое это я сделаю отепливание. Значит в камере поставлю температуру 30 градусов и доведу температуру внутри колбасы до 16. Дальше я буду делать обжаривание, либо сушка, по-разному называется. Значит температура в камере будет 60 градусов и до достижения 40 градусов внутри колбасы. Дальше у меня будет идти копчение. Копчение будет идти при температуре 75-80 градусов. И тут уж как получится. Поскольку диаметр небольшой, либо она уже дойдет до готовности в 68-71 градус, либо я дальше буду уже ее варить. То есть весь технологический процесс сегодня я буду делать в моей камере. Итак, наша колбасятина уже прокоптилась, проварилась. Сейчас буду перевешивать в сушку на 12 часов при температуре 12 градусов. Ну что, прошло двое суток. Вот такая вкусняшка получилась. Давайте сейчас попробуем, что она из себя представляет внутри. Ну, обалденная вещь, плотненькая, четкая, ароматная. На вкус супер. Соли, специи, прям четко. Обалденная колбаса. Делайте, пробуйте. Готовить не сложно. По плотности она вот плотная. Обалденная домашняя колбаска киевская. Поэтому смотрите, делайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду дальше снимать все свои колбасные мясные изделия. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова